Смотрите в этом выпуске. Приняли решение все-таки предусмотреть пока гостиницу «Три звезды», причем как бы делается она современно. Инвесторы готовы расширить проект аквапарка в Хабаровске. У себя в Китае раньше никогда не собирала дроны, а тут пришлось испытывать все на себе. Студенты из Китая собирают дронов на чемпионате в Хабаровске. Мама быстренько ребенка в детское дошкольное учреждение в группу отправляет. В группе дети, попадая в контакт с таким ребенком, заболевают. Еженедельно 3,5 тысячи хабаровчан заболевают ОРВИ. Когда конкурсный отбор подходит к своему завершению, оказывается, что не все ему соответствуют. Городские предприниматели соревнуются за право вывозить мусор. У меня трое детей, дочки. Одной 16, другой 14 и самой маленькой кнопочки 5. Отцами года стали трое хабаровчан. У будущего аквапарка в Хабаровске появились стены, лестницы и очертания крыши. Работы ведет турецкая компания с мировым именем. На объект она зашла 6 месяцев назад. Ход строительства контролируют российские специалисты, а также власти края и города. Сегодня вопросы вызвало решение сделать на вершине здания купол. Помните, у нас в Хабаровске снег выпал? Ну, вот так вот я встал, и у меня вот так вот снег был. Вот если нагрузка на кровлю, держит? Выдержит. Крыша этого объекта будет максимально функциональной. Здесь предусмотрены открытые бассейны. Они смогут работать даже зимой. Один предназначен для обучения серфингу. Для этого чашу оборудуют технологиями для создания волны. В проекте есть также 15 горок, медленная река, сауны, фитнес-залы, торговые площади. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе своей рабочей поездки поинтересовался количеством предусмотренных парковочных мест. Их оказалось около двух тысяч. Это важный момент, так как после открытия аквапарка активность в данном районе заметно вырастет. Набережная, благоустройство территории, бассейны на кровлях, теплые бассейны. Это все-таки один из элементов, который сегодня востребован и нужен для жителей города Хабаровска и гостей. Аквапарк строится за счет инвесторов. Еще до начала строительства некоторые из них сомневались в целесообразности таких вложений. Около 10 миллиардов рублей. Однако теперь проект решено даже расширить. Приняли решение все-таки предусмотреть пока гостиницу, три звезды. Причем как бы делается она современно, с конференц-залами, даже со своим маленьким спортзалом. Это одно из требований гостиничных комплексов, хотя там будет фитнес у нас сделан. И естественно это вид. То есть это будет вид на Амур. Первая очередь аквапарка будет готова в сентябре 2019 года. Это будут торговые зоны, а полностью объект сдадут в 2021 году. Антон Примачев, Александр Марченко, Хабаровск, События. Региональные состязания по профессиональному мастерству WorldSkills в самом разгаре. В рамках чемпионата в Хабаровском крае проходит второй международный конкурс, в котором участвуют молодые профессионалы и эксперты из Китая и Японии. Всего для них приготовлено 10 компетенций. Управление беспилотными летательными аппаратами – одна из них. Главная цель, пожалуй, развитие талантливой молодежи, развитие навыков создания беспилотных летательных аппаратов с нуля, пилотирования, программирования и в дальнейшем вывод их на трассы, вывод на выполнение конкретных заданий. Чен Дзя-Дзя приехала на чемпионат из Гуанчжоу. Там она учится в университете по специальности эксплуатация беспилотных авиационных систем. Проще говоря, учится собирать дроны. На конкурс в Хабаровск приехала не просто так. Очень много нового узнала, приобрела новый опыт. У себя в Китае раньше никогда не собирала дроны, а тут пришлось испытывать все на себе. Здесь интересные задания, такие как поднимать груз, его переносить. У нас в Китае в университете сначала идет теория, но все в основном изучаем на компьютере. Нет того, чтобы потрогать именно. Да и наше оборудование отличается от вашего. В чем-то больше, в чем-то поменьше. Такую модель я собираю впервые. Сложная начинка. Всего в чемпионате по компетенции управления беспилотными летающими аппаратами участвовало 6 человек. Три взрослых и три юниора. Взрослые собирали дрон с нуля. А юниорам дали задание исправить уже собранный беспилотник. Оценивали участников по нескольким критериям. Если это взрослые участники, то то, как они собрали аппарат, как они его приготовили, подключили дополнительное оборудование. Оборудование для захвата, оборудование для видеосъемки и VR-очки, собственно, через которые они потом будут проводить полет. На чемпионате были эксперты не только из России. Хоу Шоу был участником прошлогоднего конкурса на Сахалине. Теперь он эксперт. Здесь хочет узнать новые технологии создания дронов и привезти их в Китай. Узнал новый принцип сборки дронов. Он заключается в том, что совершенно другая последовательность, нежели у нас в Китае. И научился работать с новым программным обеспечением. В Китае это очень популярное направление. И там есть основная производственная база дронов, которая поставляет продукцию по всему миру. Есть такая соответствующая специальность. Заключительным этапом соревнования в этой компетенции будет фото и видеосъемка определенного объекта с дрона, чтобы в дальнейшем по этим снимкам создать 3D-модель. Камеру для дрона изготавливали, собственно говоря, тоже на 3D-принтере. Создается 3D-модель. Затем она сохраняется в определенном формате. В нашем случае это формат STL. Переносится в специальную программу, которая наша 3D-модель нарезает послойно. Затем модель отправляем на печать. Пинтер наращивает материал слой за слоем. Используется для этого специальная пластиковая катушка с вот такой вот пластиковой, соответственно, ниткой. Нитка постепенно подается в раскаленный узел, который уже выпускает ее на поверхность. Теперь все готово, и участник может забрать камеру для установки на беспилотный дрон. Это почти готовая деталь. Осталось чуть-чуть подправить. Ну, можно ее покрасить. На Дальнем Востоке не учат создавать беспилотные летательные аппараты ни в одном образовательном учреждении. Однако планируется, что такая специальность появится в 2019 году на базе техникум и техносферной безопасности и промышленных технологий. Пожелали участникам удачной фотосъемки и победы в чемпионате Владислав Игнатьев и Евгений Власов. Хабаровск. События. Каждую неделю в поликлинике Хабаровска с жалобами на повышенную температуру тела, кашель и насморк обращаются до 3,5 тысяч хабаровчан. Большая часть заболевших – дети, в том числе от рождения до двух лет. На карантин уже закрыты две группы в детских садах и два класса в средних школах Краевого центра. Чтобы не допустить эпидемии, педагогов и воспитателей обязали проводить так называемые утренние фильтры. У нас очень часто регистрируются такие случаи, когда ребенка приводят в детское дошкольное учреждение к какими-то симптомам респираторно-вирусной инфекции. Мама быстренько ребенка в детское дошкольное учреждение в группу отправляет, в группе дети, попадая в контакт с таким ребенком, заболевают. Число заболевших респираторно-вирусной инфекцией хабаровчан всего на 3,5% ниже эпидпорога. Потому соблюдать меры профилактики сегодня важно как никогда. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения города обязаны иметь запас одноразовых масок и средства дезинфекции для обработки помещений. Можно все что угодно написать, приказ можно написать, можно отчитаться о том, что все это делается. Но если фактически не организована работа в учреждении, это обязательно приведет к тому, что заразятся другие дети и будет регистрироваться высокий уровень заболеваемости. Число пациентов с внебольничной пневмонией тоже растет. Каждую неделю лабораторно подтверждают до 250 случаев этого заболевания. Симптомы его схожи с ОРВИ. Но если кашель или небольшая температура не проходят в течение двух недель, нужно срочно бежать к врачу и делать рентген грудной клетки. Люди думают, что это обычная респираторно-вирусная инфекция, то есть адена, риновирусная или какая-то там парагриппозная. В итоге потом заболевание осложняется пневмонией и люди уже в тяжелом состоянии попадают в стационары. А вот грипп Хабаровску пока не грозит. Специалисты не зарегистрировали ни одного случая заболевания этим вирусом. В этом году вакцину получили 280 тысяч хабаровчан, что, по мнению врачей, поможет создать иммунную прослойку безопасности. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. С 1 января 2019 года вывозом твердых бытовых отходов в крае займется региональный оператор компания ХАП Автотранс ДВ. В Хабаровске ей в этом помогут пять организаций-подрядчиков. После конкурсного отбора в каждом районе будет определен свой оператор, который займется вывозом ТКО на мусороперегрузочной станции краевого центра. Желающих было очень много, шума было еще больше. Но по факту, когда конкурсный отбор подходит к своему завершению, оказывается, что не все ему соответствуют. Это же очень серьезная история. То есть нужно обладать парком специализированной техники. Чтобы не допустить мусорного коллапса, очищать контейнерные площадки Хабаровска ежедневно должны 45 машин. Но зачастую водители спецтехники, не желая платить за приемку отходов на станции, разгружают машину в частном секторе, во врагах и на полях. С нового года власти намерены пресечь этот дурнопахнущий бизнес. Есть места накопления, есть учет по вывозу с этих мест накопления. Соответственно, есть учет по приему ТКО на мусороперегрузочные станции. То есть, соответственно, первое должно одинаково быть со вторым и все. По новым правилам, чтобы исключить несанкционированный сброс, все мусоровозы оснастят системой ГЛОНАСС. Такой прибор уже установлен на грузовике Александра Дубовицкого. Теперь от зоркого ока спутника не скроется ни одно движение осенизатора. Мы можем позвонить диспетчеру, он скажет, на каком адресе непосредственно я нахожусь, был я там вообще или нет. То есть, таких вопросов не возникает, что убирался, не убирался. Пока конкурс по отбору перевозчиков состоялся в Кировском и Краснофлотском районах, уже в конце этой недели региональный оператор назовет компании, которые будут опустошать мусорные баки во дворах жилых домов и частном секторе города. По статистике Министерства ЖКХ края, один хабаровчанин за месяц производит чуть больше 22 килограммов отходов. Согласно утвержденному тарифу, вывоз одного кубометра мусора обойдется горожанам почти в 500 рублей, а значит, платить за эти услуги мы будем чуть меньше 100 рублей с человека ежемесячно. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск. События. В Хабаровске прошла конференция инструкторов-организаторов, работающих с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении. Эта важная общественная деятельность ведется в нашем городе с 2016 года. Более 400 инструкторов совершенно бесплатно работают с трудными подростками, которые нуждаются в понимании и поддержке. Подопечные непростые, практически все они состоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики. Сегодня 773 несовершеннолетних, которые состоят на учете ГДН. За ними закреплен 431 инструктор-организатор. Инструктор-организатор, прежде всего, это человек с открытым сердцем, с добрым сердцем. Это человек, который добровольно хочет помогать детям, несовершеннолетним, подросткам. Это человек, который на общественных началах берет на себя семью, курирует и сопровождает их, организует для детей досуг. В ходе конференции самых активных и неравнодушных, действующих и новых организаторов наградили нагрудным знаком. Хочу поделиться своими знаниями, опытом. Я как педагог с 35-летним стажем в одной школе, мне хотелось понимать именно такую семью, которой бы я могла помочь. Я учила варить борщ, я учила стирать отдельно белье, темное и светлое. Согласно установленным правилам, срок работы волонтера с подопечным не должен превышать одного года. Однако, если статус находящегося в социально опасном положении с несовершеннолетнего снят раньше, инструктор-организатор может считать свою задачу выполненной. И ему предложат взять шефство над новой семьей. Ирина Фастовец, Алина Целюрик, Евгений Власов. Хабаровск. События. Диплом администрации города «Отец года» вручается Сарыгину Александру Викторовичу. Звание «Отец года» получили трое хабаровчан. За почетный титул боролись мужчины, которые состоят в официальном браке и воспитывают детей, в том числе усыновленных. Победу одержали многодетные папы Александр Сарыгин, Сергей Смирнов и Александр Ушаков. У меня трое детей, дочки. Одной 16, другой 14. И самой маленькой кнопочки 5. Нет такого кнута, пряник. Есть четкое понимание. Если тебя понимают, и человек понимает, что я плохого не посоветую, он сам дойдет. И кнута не надо, а пряник будет тогда, когда он добьется того, что хочет. Я всегда опасался того, чтобы мои дети, не дай бог, заболели. Потому что это самое неприятное для родителя, когда твой ребенок болеет. Опасался того, чтобы ребенок, пойдя в школу, чего-то не натворил, такого, что не нужно. Ну, никогда такого не было. Меня мои дети никогда не огорчали. За последние несколько лет на поддержку молодым семьям администрация Хабаровска выделила 100 миллионов рублей. Они пошли в основном на улучшение жилищных условий. Конкурс «Отец года» в городе проводится уже 10 лет. За это время звание получили 46 человек. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Хабаровск. События.